И мы приступаем к следующему докладу, который будет посвящен коже, как зеркалу души и тела. И в слово представляется Елене Александровне Равийской, профессору кафедры дерматовинерологии 1-го Санкт-Петербургского медицинского государственного университета имени Павлова, консультанта Санкт-Петербургского института красоты СПИК, члена международного экспертного комитета по косметике, члена борда директоров Европейской академии дерматологии. Вам слово. Спасибо. Благодарю вас. Огромное спасибо за приглашение и мое восхищение предыдущими докладами. Вы знаете, я очень впечатлена идеей такой сопроводительной терапии, и мне кажется, что дерматологи могут быть здесь полезны. Я понимаю, что я буду говорить о проблемах легковесных по сравнению с тяжелейшими проблемами химио и любой иной терапии в онкологии. Но тем не менее я представляю свою специальность, и мне бы хотелось кое-чем с вами поделиться. Ну а то, что касается сопроводительной терапии, по-моему, уже пора нам как-то работать в консенсусе, потому что у нас очень быстро развивается дисциплина. Вот маленький пример приведу в отношении охлаждения кожи волосястой части головы. Самые последние данные, это данные буквально публикации последних лет, показали, что да, охлаждение кожи волосястой части головы уменьшает выраженность анагенной лапеции, но при этом восстановление роста волос происходит позже у той группы, которая этого не делала. Поэтому вот нам надо обязательно коммуницировать хотя бы для того, чтобы обмениваться такими необычными новыми сведениями. Ну а мой сегодня разговор пойдет о коже. И, конечно же, хотелось бы, во-первых, ввести аудиторию в проблему современной концепции ухода за кожей. И получается, что вот этот уход невероятно важен нашим онкологическим пациентам, которые получают терапию. И мы здесь с вами выходим, в общем, на очень важную проблему – проблему коррекции дерматоксичности. Очень коротко о коже как органе. Я думаю, что слова Боткина о том, что кожа – это зеркало организма, это совершенно замечательно. Естественно, кожа будет отражать любые изменения, в том числе и достаточно активное лечение. И, кстати говоря, кожа же очень часто нам показывает, что развивается опухоль. Вот в дерматологии, помимо двух тысяч кожных болезней, которыми мы занимаемся, есть болезни, которые названы паранеопластические. То есть мы по кожным проявлениям можем заподозрить, что стоит обследоваться на онкологию. Огромные функции есть у кожи. Это и обменные, и выделительные, и связь с внешней средой. Но и в связи с этим, конечно же, очень тщательно изучают сейчас различные физиологические функции кожи. И в связи с этим вопросы ухода за кожей. Позвольте я вам продемонстрирую несколько моментов, которые мне кажутся важными. Я, собственно говоря, прежде всего готовилась к лекции для пациентов. Поэтому, вот посмотрите, самый поверхностный слой кожи, эпидермис, он имеет несколько рядов клеток. Причем клетка от базального слоя потихонечку идет выше лежащий роговой слой. И таким образом происходит обновление пласта кожи. Вот посмотрите, клетка из базального слоя разделилась. Потом она пошла выше лежащий слой шиповатый. Потом она потихонечку пододвигается к поверхностям. В поверхности в ней погибает ядро, в ней погибают органеллы. И она превращается в чешуйку. И вместе с чешуйкой отшелушиваются с поверхности кожи и полютанты окружающей среды, и микроорганизмы. Особенно патогенные микроорганизмы. Это значимо. И вот то, что мы сейчас с вами увидели, это называется обновление пласта эпителия. И это происходит очень долго. Посмотрите, в норме, в физиологических условиях это занимает 28 дней. Именно поэтому наше лечение наших дерматологических состояний, оно должно занимать продолжительное время. Потому что, в общем-то, вот эту природу обновления пласта ее не обманешь. А вот представьте себе, что на пролиферирующий базальный кератиноцид начинает действовать препарат, который подавляет клеточное деление. Значит, соответственно, весь этот цикл обновления пласта кожи, он пойдет еще медленнее. Вот это вот очень важно, что бы мне хотелось показать в отношении кожи. Еще в последние годы в фокусе дерматологии находятся так называемые функции кожного барьера. Но ведь кожа действительно барьерный, покровный орган. И вот сейчас эти функции очень интересно изучаются. И коротко об этом. Вот посмотрите. Оказывается, барьер кожи выполняет водно-липидная мантия. Это фактически состав того, что продуцирует сальные железы, то есть кожное сало и пот. Вот это все смешивается на поверхности кожи и получается защитная эмульсия. Естественно, огромная роль играет толщина и состояние рогового слоя. Вот посмотрите, пожалуйста. Роговой слой состоит из клеток, которые уже умерли. И его можно представить как, ну, такой своеобразную кирпичную стенку. И действительно, в свое время, еще в 90-е годы, строение рогового слоя сравнили с строением кирпичной стены. Вот посмотрите, пожалуйста, отмершие клетки, а между ними кирпич. Это липиды. Вот оказывается, при очень многих состояниях, в том числе и при системной терапии, в том числе, кстати говоря, и при нерациональном уходе, происходит вымывание этих липидов. И поэтому, когда нам компания какая-то предлагает тот или иной крем для ухода и говорит, что вот мы включили керамиды, или мы включили в определенное соотношение холестерол или жирные кислоты, это правильно, потому что, ну, это своеобразная такая заместительная терапия для кожи, которая лишилась по какой-то причине вот этих вот липидов, этого межклеточного цемента. А раз она этого лишилась, то она лишилась барьеров. Ну что ж, если мы будем двигаться дальше, то, наверное, несколько слов стоит сказать не только об эпидермисе, самой верхней частью, если говорить о строении кожи, но еще и о дермии подкожно-жировой клетчатке, ну вот в частности, о кровоснабжении кожи. Кожа очень богато кровоснабжается, и, естественно, любой препарат, который попал системно, он попадает в кожу и будет оказывать определенное действие. Естественно, есть в коже и различные иммунные клетки, которые могут выдать очень такой значимый ответ на все то, что происходит на поверхности кожи и что происходит в ответ на то, что попало из системного кровотока. Ну вот если говорить об уходе за кожей, это концепция не просто, знаете, некого легкомысленного подхода к косметике, к украшению, это концепция укрепления барьерных свойств кожи. Ну вот здесь бы я, наверное, сказала такую вещь. Есть базис. Базис – это то, что каждая кожа каждые 12 часов должна адекватно очищаться, очень бережно и адекватно увлажняться. В настоящее время мы должны говорить об этом в любой категории здоровых лиц. Представляете? И маленьких, и подростков, и более старших, и пожилых. В силу того, что мы живем в условиях мегаполиса, и все внешние загрязнения влияют на качество кожи. Это я говорю о здоровой коже. А если присутствуют заболевания и системная терапия, то, в общем-то, барьерные свойства кожи ухудшаются очень существенно. Итак, очищение. Наша цель, естественно, убрать внешнее загрязнение. Если мы говорим об очищении кожи лица у женщин, это убрать лишнюю косметику, избытки кожного сала. И, казалось бы, а что может быть проще? Есть прекрасный, огромный спектр различных мыл. Ну вот можете себе представить, что уже, наверное, 20-летие как дерматологи резко разлюбили мыло. Попробую объяснить, почему. Посмотрите, вот для того, чтобы что-то убрать с поверхности кожи, нужен детергент или же еще есть название поверхностно-активное вещество. Так вот, мыло – это классический анионный детергент, который создает отрицательный заряд на поверхности кожи. То есть ее повреждает. Вот работы десятилетней давности показали, что на коже создается такая щелочная среда, которая соответствует 8-12. А мы ведь знаем, нам же в рекламе рассказывали, что PH5,5 является нормальной средой для кожи. И оказывается, именно в такой среде кожа плохо восстанавливается, плохо скидывает с себя уже омертвевшие клетки. И плохо делятся те клетки, которые должны подойти кверху. Но, естественно, учитывая такую щелочную среду, присутствует раздражающий эффект. И, к сожалению, длительное пребывание в такой щелочной среде вызывает еще усиление проницаемости кожи для различных веществ, в том числе и для аллергенов. Вот это такой важный постулат мыла, которое существовало несколько тысячелетий в обиходе человечества. Ну, что же тогда делать? Ну, на самом деле, уже длительное время есть разные пути решения проблемы. Существует так называемый тоник. Это то, что используется после очищения. И то, что возвращает кислотность кожи в нормальную среду. Существует методика добавления увлажняющего крема в моющее средство. Это тоже правильно. Но очень правильным подходом является создание принципиально нового моющего средства. Например, синдета. Вот есть еще катионные детергенты. В какой-то момент попробовали их использовать. Но оказалось, что вот этот положительно заряженный ион в растворе тоже очень существенно повреждает кожу. Поэтому катионные детергенты сейчас используют исключительно в шампунях, чтобы не электризовались волосы. Ну, а создали из того, что есть безопасного, это синтетические детергенты. Вот любое моющее средство, которое предлагает аптека, а аптека предлагает средство для ухода за кожей больной. Не важно, каким заболеванием. Но самое главное, что это бережный уход. Вот бережный уход подразумевается тогда, когда написано или сказано слово синдет. Почему? Потому что не создается заряда в растворе. Если говорить об увлажнении, очень часто мы слышим от пациентов, ну вот моя бабушка, она никакими кремами до 60 лет не пользовалась. И как она замечательно выглядит. Уважаемые коллеги, я бы хотела просто еще раз напомнить о том, вот о той атмосфере и обстановке. Это и озоновые загрязнения, и активность ультрафиолета, и загрязнение крупных городов. Вот наши бабушки, вероятно, могли себе это позволить. К сожалению, настоящее поколение не может, и использование увлажнителей является, в общем-то, определенным таким и восстанавливающим, и протективным действием. И действительно, цель увлажнения – это задержать воду в коже. Ну и очень часто спрашивают, а как сразу после мытья или очищения наносить увлажняющий продукт. Так вот, сейчас уже было доказано, я все это говорю, научные факты, что увлажняющий продукт должен наноситься сразу же, без ожидания, без высыхания кожи. Иначе трансэпидермальная потеря воды резко усиливается. Ну вот давайте посмотрим. Вот такая вот кожа и вот такая кожа. Вот эта кожа, в принципе, неплохо увлажнена. А здесь ее не увлажняли в течение недельки. А вот эта вот не увлажняли еще недельку. А эта еще недельку. Вы видите, вид, качество кожи очень существенно меняется. И вот такая кожа становится легко проницаема и для аллергенов, и прежде всего для микроорганизмов. Ну, а вот для женщин, наверное, будет этот слайд интересен. Это из хорошего научного исследования. В область гусиных лапок наносили увлажняющий продукт в течение недели. Вот вам, пожалуйста. Действительно, текстура кожи может существенно меняться просто от банального ухода. Некоторые пациенты говорят, ну что же я подсажу собственную кожу на кремы? Она же тогда не будет ничего воспринимать и не будет работать сама. Я должна вас успокоить и продемонстрировать вот это исследование. Оно достаточно старое. Но оказывается, чем больше липидов, вот тех же самых керамидов, мы наносим на поверхность кожи, тем это больше стимулирует синтез собственных, высоко специализированных липидов кожи. То есть вот в этом отношении мы, наоборот, поддерживаем кожу как орган. Ну и говоря о косметических продуктах, мы должны себе представлять. Естественно, есть ряд активных ингредиентов и есть основа. Вот что касается основы, очень важно, чтобы и основы, и активные ингредиенты имели доказательный и объясненный механизм действия. В связи с этим, конечно, я хочу адресовать пациентов на косметику, которая продается в аптеках. Есть очень разные. Есть блестящие, в общем-то, это такая вот традиция, она пришла из Франции, поэтому есть блестящие французские марки. Я не знаю, там, нуля-рош-пазе есть такая марка. Есть сейчас, появляются наши. Мне очень нравится, как возрождаются, в общем-то, традиции, например, есть там акрихин и так далее. Поэтому присмотритесь, пожалуйста. Это действительно, в общем-то, средства, которые очень важны для безопасности кожи. Ну и хотелось бы еще показать такую вещь. Я вот сейчас видела как раз в рекомендациях кожная мазь в качестве контроля. Вот очень важно, в каком состоянии кожа. И это очень принципиально, что использовать, крем или мазь. Мазь, как жирная форма, используется на очень сухое состояние, потому что она фактически лоджится полностью пленкой на поверхность кожи. И обладает, ну, такими свойствами окклюзии. А вот для того, чтобы сделать крем, это, естественно, условие высоко такого технологичного производства. Вот посмотрите, пожалуйста, надо добавить воду. А как только добавляют воду, естественно, появляется среда для бактерий. Понимаете, мы все время вот в таком узком коридоре. Значит, мы должны, ну, эмульгаторы, чтобы стабилизировать эмульсию. А дальше мы должны обязательно добавить консерванты. И вот очень важно, я почему, опять же, ориентирую на аптечные марки, минимум консервантов и, самое главное, испытанных на том, чтобы кожа их хорошо переносила. То есть, смотрите, вот сколько сразу проблем возникает, когда мы создаем именно крем для ухода за кожей. Потому что появляется очень много разных дополнительных ингредиентов. Ну вот, как выбирать крем, предположим, жирный крем, мазь? Естественно, мы ориентируемся по выраженности сухости или по выраженности гиперпродукции кожного сала. Когда очень сухая кожа, нам надо преобладание жирной фазы. А когда очень жирная фаза, нам надо, наоборот, преобладание водной фазы. И сейчас, к счастью, в общем, у нас есть в распоряжении все эти средства. Говоря о косметике, а все-таки уход за кожей – это не лекарственные препараты, это косметика. Я хочу просто показать, что есть косметика масс-маркет. Вы можете прийти даже в супермаркет и приобрести какую-нибудь баночку с кремом. И ничего опасного для вас не будет. Потому что все, что продается у нас официально, оно, в общем-то, подчиняется определенным регламентам европейского сообщества. И оно нормально будет переноситься. Есть марки «Люкс». Это, ну, в общем, это такие дорогостоящие марки, где мы очень много, в принципе, на мой взгляд, платим за бренд. А вот есть косметика. Видите, косметика плюс фармацевтика. Это аптечная косметика, где как раз учитывается то, что можно заставить кожу работать, можно запустить некоторые физиологические механизмы. А самое главное – нанести на ее поверхность то, что максимально безопасно. Ну, даже возьмем какие-то категории, например, новорожденные или же тяжелые больные, очень пожилые люди. Это все, в общем, очень требуется. Ну, и, конечно же, я бы хотела донести до всех присутствующих в аудитории, что мы далеко ушли от… Вот у меня мой учитель, профессор Игорь Михайлович Разнотовский, говорил «банно-прачечный уровень». Мы далеко от этого ушли. Мы уже давно не смешиваем никакие смеси. Это все делается в условиях стандартизированных, вот таких вот высокотехнологичных производствах. Причем мне приятно сказать, что косметика и у нас. Она, в общем-то, таким же образом тоже делается. Ну, и, естественно, аптечные марки, они работают вот по такому принципу. Действительно, сейчас это особая наука, и есть много исследований. Слава богу, появились доказательные исследования, которые показали, что есть определенные плюсы именно у вот такой вот косметевтики. Потому что есть научный интеллект, потому что исследуют эффективность различных молекул, потому что проверяют безопасность, ну, работают над очень многими моментами. Вот такую преамбулу в отношении косметики я сделала, ну, чтобы показать буквально в нескольких словах, что это серьезное направление в современной дерматологии, несмотря на то, что, конечно, мы занимаемся огромным спектром других проблем. Вот что делают для кожи негативного современные противоонкологические препараты? Может быть сухость, повышенная чувствительность кожи, повышенная чувствительность к ультрафиолетовым лучам, ну, и, естественно, различные воспалительные реакции. Я прекрасно отдаю себе отчет, что это гораздо легче и проще, чем, предположим, тяжелые анемии, тромбоцитопении. Мы здесь, в общем-то, скорее в поле качества жизни, но, тем не менее, это очень значимо. Итак, уважаемые коллеги, видите, могут быть сухость, вследствие сухости могут быть трещины, могут быть воспаления вокруг ткани ногтя, могут быть воспалительные изменения на ладонях, на подошвах, может быть дерматит, например, лучевой дерматит. И вы знаете, вот в сопровождающем лечении очень может помочь косметика. Механизм. Я постаралась максимально просто этот механизм продемонстрировать. Смотрите, вот базальные клетки, основные клетки эпителия, на них будет работать тот или иной препарат, и, соответственно, как следствие будет нарушение кожного барьера и сухость. А если будет работа на защитные клетки, то, соответственно, будет гнонячковое заболевание, и это достаточно хорошо уже описано у пациентов, получающих ряд, например, таргетных препаратов. То есть, получается, спектр кожных изменений на ряде препаратов, он достаточно велик. Видите, он касается и папулопустулезной сыпи, и изменения со стороны волос, изменения со стороны кистей стоп, ногтей, ногтевых валиков, сухости кожи и так далее. Ну, а сухость кожи, как я уже немножечко отметила, это действительно не просто потеря воды, а самое главное – легкое проникновение аллергенов и микроорганизмов и риски присоединения вторичной инфекции. Вот посмотрите, на фоне ряда противоопухолевых препаратов может быть даже различная степень, градация сухости, начиная от вот такой легкой, вообще практически незаметной, заканчивая очень выраженной. Ну и какая же тут роль косметики? Мы говорим о очень серьезных вещах. Так вот, косметика, оказывается, это часть лечения побочных эффектов. И на самом деле очень важно, когда доктор знает о том, что такие побочные эффекты есть, назначать как бы предлечение. Еще до проведения терапии уже приучить кожу к определенному уходу и защите от внешних факторов. Я бы хотела показать ряд исследований. Ну вот посмотрите, здесь были как раз пациенты, которые получали противоопухолевую терапию. У одних пациентов мыло и вода для мытья рук, а вот у вторых пациентов был очень мягкий синтетический детергент и потом обязательно крем для рук. Я не говорю про руки, сухость кожи может быть на всех участках. Ну вот посмотрите, что получилось через три недели. Именно та группа, которая использовала современный подход в уходе, у них были гораздо лучше показатели липидов кожи, гораздо лучше внешний вид кожи. И хотя бы вот эта сухость трения-соднения, они в общем-то не так в меньшей степени беспокоили пациентов. А это, мне кажется, очень важно. Суммируя публикации, которые существуют на этот счет, я могу сказать, что увлажняющие и заживляющие средства онкологическим пациентам нужны для того, чтобы защитить барьеры, удержать воду, ну и, естественно, уменьшить шелушение и покраснение. Ну и, что очень важно, это еще и профилактика вторичного инфицирования. Посмотрите, пожалуйста, увлажняющее средство, оно у нас прекрасно доступно в аптеке, содержащее 4% ниацинамид, то есть это крем для тела. Вот, посмотрите, его использовали. Потом одна группа стала использовать просто косметический крем, то есть как бы поменялись местами. Ну вот и оказалось, что именно те пациенты, которые использовали данный продукт, а он и противовоспалительным действием обладает у них, и качество жизни получше, и уменьшение выраженности сухости, зуда и раздражающего действия. По поводу солнышка. Посмотрите, какие негативные эффекты могут быть на фоне проводимой терапии. С одной стороны, истончение эпидермиса рогового склоя, значит, возможны солнечные ожоги, а с другой стороны, снижение защиты есть на фоне противоонкологической терапии, значит, появляется риск новообразований. Вывод какой? Обязательная защита от солнца, и по современным стандартам, по современным руководствам это фактор не менее 30, и широкополые шляпы. Ну, вот, хотелось бы подчеркнуть, что надо обязательно выбирать крем, который имеет УВА, то есть от лучей А защищает, и от лучей Б. Это всегда написано на упаковке с кремом. Это очень важно именно для онкологических пациентов. Ну, а по поводу защитной одежды, позвольте, я покажу вам. Вот обычная шляпка, бейсболка, рубашка, она такая же, как крем с фактором 7-8, то есть она уже обеспечивает определенную защиту. А вот дотошные немецкие дерматологи, специалисты в этой зоне посчитали, что поля у шляпки должны быть не менее чем 7,5 см, для того, чтобы она обеспечивала фотопротективный эффект не только на лицо, но и на шею и верхнюю половину грудной клетки. Вот сейчас приходит лето, я надеюсь, что это даже может заинтересует и докторов, какие оказывается сейчас фактор защитный. Он есть не только у кремов, он есть даже у одежды. Вот ткань имеет свой UPV-фактор. Так вот, оказывается, ну, понятное дело, самый высокий у нейлона шерсти полиэстера, который мы летом, естественно, не оденем. Но вот если сравнить лен и хлопок, оказывается, UPV-ульна гораздо сильнее. И еще один очень важный момент. Цветные окрашенные ткани больше обеспечивают фотопротекцию, я имею в виду именно фотопротекцию, чем по сравнению с белыми. Так что вот это вот последние данные по факторам защиты одежды. Хотелось бы еще отметить, что в настоящее время существуют прекрасные средства, прекрасно переносимые пациентам. А самое главное, как говорят больные, не забивающие поры. Это средства, которые могут обеспечить, ну, некий, вот это в иностранной дерматологии звучит термин, как камуфляж. То есть косметика, камуфлирующая, скрывающая дефекты. Например, могут быть гненечковые высыпания на лице у пациентов на фоне ряда таргетных препаратов. Может быть резкое покраснение кожи лица. Так вот, существует очень хороший дерматологический камуфляж, который можно и нужно использовать. То есть это я вам говорю мнение именно как дерматолога. Ну что ж, очень часто спрашивают, какие процедуры можно. Я бы в условиях косметологических учреждений. Ну вот в нашем учреждении мы всегда консультируемся исключительно с лечащим врачом данного конкретного пациента. Но тем не менее, что мы можем совершенно четко сказать? Что есть ряд процедур, которые мы смело разрешаем в условиях косметологического учреждения, которые будут влиять хорошо на качество кожи. А есть те, которые ни в коем случае не показаны. Даже если вам доктор разрешил, мы знаем качество кожи на фоне различных химио- или таргетных препаратов и прочих. И мы отказываем, к сожалению, таким больным. Но тем не менее, мы принимаем вот с такими процедурами. Ну что ж, подводя итог. Очень важен бережный уход. Это использование синтетических детергентов. Это я цитирую последние европейские руководства по уходу за кожей онкологических пациентов. Дальше очень важно увлажнение. Причем желательно вот эмульсия, крем. Не мазь, обратите внимание. Именно крем, потому что водная фаза, она лучше кожей переносится. Видите, должно быть масло в воде. То есть она должна быть достаточно, ну, такой легкой текстуры получается. Ну и могут быть использованы определенные ингредиенты, которые, было уже доказано, хорошо работают на кожу. Обязательная фотопротекция. Еще раз повторю, вот все-таки данные 30 мне нравятся больше, чем 15. И можно камуфлировать дефекты. Вот я вам как раз цитирую эту работу. Я думаю, что мы совместными усилиями сделаем очень много хорошего. Спасибо за внимание.